С моей точки зрения парк Полиновка это та вещь, которая объединила жителей районов и это тот парк, который и дальше должен развиваться, и мы всячески будем этому содействовать. Но мы 4 месяца со своей командой работаем в этом оборудовании, мы его полностью изучили, мы пообщались с тысячами людей, и мы знаем, какие проблемы есть в этом районе. И я уверен, что эти проблемы мы сможем решить. Это в первую очередь, конечно, те проблемы касаются людей непосредственно. Это жилые дома, это парковки, это детские площадки и много-много-много других вещей. На самом деле иногда ходишь по дворам и кажется, что это ужас и ничего уже не изменит. Но это не так. Мы со своей командой разрабатываем программы и по капитальному ремонту, Более того, мы знаем, как сделать так, чтобы капитальный ремонт исполнялся. И чтобы огромная проблема, например, с лифтами, она была обещана. Вот у скольких из вас стоят новые лифты? Не те, которые 30 лет назад уже были поставлены, а новые. У меня такое дело, что много. Ну, вот, три человека есть все. 70% лифт в этих домах в нашем районе должны быть заменены. Кроме того, все квартала, которые сейчас есть в этом округе, они как-то хаотично застраиваются то детскими площадками, то парковками, то чем угодно. Вот у Петербурга есть генеральный план, план развития. И в рамках этого генерального плана он как-то изменяется. Но нет никакого плана развития вот наших внутриквартальных территорий. Нет никакого баланса между парковками, между детскими площадками. У нас вообще нет площадок для выгула собак. Это большая проблема. И мы с своей командой разрабатываем вот такой план. Это очень большая работа, которую, естественно, мы не можем завершить к выборам или еще к какой-то дате приурочить. Мы будем над этим работать, мы над этим работаем, мы это сделаем. И на самом деле мне очень бы хотелось, чтобы сейчас Борис Лазаревич Вишневский, лидер списка партии «Яблоко», и Михаил Иванович Амосов, тоже лидер списка партии «Яблоко», как не кандидат в Государственную Думу. А сейчас вот сказали еще какие-то свои слова. Спасибо. Спасибо.